Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Когда-то давно, я был еще студентом, мне в руки попала книга одного писателя-фантаста. И там главный герой попадал из одной истории в другую, из одного мира в другой. И всякий раз это было связано с тем, что он пробовал очень вкусную по книге, очень ароматную колбасу с салями. Как выяснилось ближе к концу книги, это было даже не с колбасой связано, а с ароматом и вкусом чеснока, которым именно эта вот вкусная салями была чрезвычайно богата. Я на тот момент вообще никакой салями в жизни не пробовал, и поэтому длительное время был уверен, что именно чеснок является главным ингредиентом этой колбасы. Оказалось, что это не так. Чрезвычайно большое количество разновидностей с салями вовсе чеснока в своем составе не имеют. Но я сегодня решил приготовить именно ту, запавшую мне по книге. Вот для чего я взял нежирную говядину, нежирную свинину и с жирную, где-то 50 процентов жирности, свиную грудинку. Набор пряностей взял усредненный для салями. Прошертил десятка-два, наверное, разных рецептов всяких разных авторов. И итальянцев, и американцев, они тоже салями готовят. Мясо надо нарезать брусочками для быстрого просаливания, относительно быстрого. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки в конце ролика прочитаете. Теперь засаливаем. Сделаю это раздельно, потому что измельчать потом просоленное мясо буду на дешетке разных размеров. Все, берем в холодильник на двое суток. Чешеток надо, кстати, тоже подготовить. Его, естественно, надо очистить хорошенько и залить белым сухим вином. Кстати, можно использовать и красное. В салями используют как и белое, так и красное. Мне хочется сегодня сделать с белым. Это своего рода такая дезинфекция, защита от плесени. На поверхности чеснока она может присутствовать. Мясо, как я сказал, пролежит в холодильнике двое суток, будет просаливаться и ферментироваться. Это предпосыл так называемый. После чего я его подморожу до температуры минус 3-4 градуса, чтобы просто легче через безорубку его было пропускать. Ждем. Продолжаем разговор. Мясо просолилось, подморозилось. Самое время пропускать через мясорубку. Приступим. Говядина через решетку с диаметром отверстий 3 миллиметра. И, кстати, сразу сейчас можно и вино добавить, в котором чеснок замачивался, и сам чеснок тоже пропустить через эту же мелкую решетку. А свинину пропускаю через решетку с диаметром отверстий 12 миллиметров. А теперь надо добавить пряности. Здесь у меня черный перец с горошком, красный перец с такими лепесточками. Анис частично я размолол в ступке, а часть у меня вот таковы вот с семенами. А здесь сухой молоко и сахар. И тщательно перемешать до однородности. Отлично. И вот теперь сало надо перемолоть на такой же крупной решетке. Те же самые 12 миллиметров. А сало вмешивать я буду руками. Если использовать комбайн, боюсь, все сало размажется. И рисунка нормального не будет. Вообще можно сало и вручную нарезать ножом помельче, потом вымешивать. Но мне лень. Еще очень важный момент, которым все начинающие колбасники очень часто пренебрегают. Нужно очень тщательно следить за температурой. Она во время всего процесса фарша составления, от начала измельчения и до окончания процесса набивки, не должна подняться выше 12 градусов. Следите за этим. Фарш вымешан, можно набивать колбаски. Я это буду делать при помощи вот этого китайского агрегата. Обзор на канале был. Ссылку в описании ролика размещу. Заглядывайте туда. Можно мясорубкой с насадкой воспользоваться. Но шпыльцом гораздо удобнее. Это у меня, кстати, свиная чрева натуральная, калибром 42-46 миллиметров. Можно использовать и коллагеновую, кому как удобнее. Так, мне надо пробить в нескольких местах, чтобы вышли вот эти пузырьки воздуха. Набивка завершена, теперь осадка в холодильнике. При температуре плюс 2-4 градуса, это займет где-то 4-5 дней. При температуре повыше, плюс 4-8, где-то за двое суток, может чуть меньше, все прекрасно осядет. То есть колбаса уплотнится. Ждем. Осадка прошла, колбаса уплотнилась. Перевешиваю ее в камеру для сыровяла. Обратите внимание, какая она стала. Видите, она, во-первых, более плотная, естественно, а во-вторых, цвет поменялся. То есть колбаса стала более темная. Если со стартами такую колбасу делать, то вывешивать ее нужно, как я уже сказал, в теплое помещение, комнатной температуры, и гораздо быстрее дело происходит. Так, а здесь у меня обрезал лазреет. Скоро буду пробовать. Видите, какая вся уже плесенью заросла. Белый, полезный. И такой легкий аромат грибной какой-то от нее идет. Завяливание будет идти первую неделю при влажности 77-80% и температуре около 14 градусов. А затем влажность пониже до 75%, а температуру до плюс 12 примерно. Здесь у меня стоит внизу вот такой увлажнитель воздуха, холодильник, ноу-фрост. Соответственно, он вымораживает влагу лишнюю. Когда влага падает ниже нужной мне, включается автоматический увлажнитель. И вот здесь вот стоит вот такой вот обычный вентилятор, который просто гоняет воздух внутри камеры. Я периодически, ну раз в сутки, раз в двое суток прихожу, открываю вот так вот дверцу холодильника, она здоровая, для того, чтобы свежий воздух выпустить, и закрываю. Этого хватает. Мне не раз уже говорили, что я врезал стенку в вентилятор. Еще раз, это полуподвал, здесь очень пыльно. Если засаснуть воздух постоянно вентилятором, он столько-то в грязи пыли насосет, никакие фильтры не справятся. Как-то так. Сейчас дверцу открывал, поэтому влажность поднялась уже даже до 81%. Температура тоже, видите, он 15,4, 15,3 болтается, но сейчас она опустится. Готова колбаса будет при потере веса порядка 35%. Встретимся, я уже думаю, во время разрезания этой колбаски. Итак, салями у меня наконец-таки готова. В результате сейчас она уже очень давно готова, просто навалилась всякого разного. Тут и целая куча других рецептов, и поездки какие-то, и коронавирус этот долбанный. Короче, она у меня приготовилась, она у меня завярилась, чтобы она не слишком сильно пересыхала, я ее завакуумировал, и в вакуум-пакете она у меня еще лежит уже, наверное, месяца полтора. С тех пор, как она была готова, и как я первый кусочек попробовал. Сейчас все покажу, разрежу, увидите, что получилось. Смотрите. Вот эта вот белая плесень, которую я выращиваю на колбасе, она пахнет почему-то каким-то легким таким грибной аромат у нее. Очень классный, на мой взгляд. И перец целенький, видите, тут вернее уже половинка перца. Учитывая, что салями, это, наверное, в первую очередь итальянская колбаса, я переспек к ней чабатту. Кстати, ролик на канале есть, и буду пробовать салями с чабаттой. Ну и, конечно, какая у нас итальянская закуска без вина. Все такое вкусное, не знаю, с чего начать. Ну, свина начну. Ему нужно, конечно, постоять, немножко подышать, деконтироваться, пока еще кисловатость присутствует, чувствуется. Но, тем не менее, будем считать, что это у нас такое. Это, наверное, весь не очень дорогое вино. Что касается колбасы. Это вкусное. Это классное салями. Она гораздо более чесночная, чем ту салями, которую я периодически крайне редко, но все-таки покупаю здесь. Но мне хотелось бы еще более чесночную. Прямо, чтобы она была чесночная, чесночная. И я бы вам посоветовал, может быть, увеличить количество чеснока, ну, по крайней мере, в полтора раза, если вам тоже хочется попробовать ту самую чесночную, прям вот яркую салями. Это тоже классно. Что касается салями и чабаты. Чиабаты, да, на русском называют чиабата. Так же, как на русском называют Пекин, а не Бейджин. Ну, так вот же повелось, да? Да, в Италии чабата, а в русском языке чиабата. В русском языке Китай, а в китайском Чонго. Классно. Просто классно. И перец. Перец вот этот цельный, который попадает на зуб, давится, взрывается бомбочками вкуса. Это отлично. Что касается времени, я сейчас, боюсь, уже не вспомню, когда она вот точно закончила вяляться. Вернее, вяляться она может бесконечно долго, понятно. Она просто становится более плотной, более яркой по вкусу. Но, по идее, вот эта потеря веса, ее порядка 44, наверное, процентов, проявилась примерно через 3 недели после того, как я повесил эту колбасу в камеру для сыровяла. Так что ориентироваться можно на это. Да, не обязательно салями именно в натуральной оболочке делать. Можно делать в коллагеновой оболочке, в любой искусственной. Если у вас нет камеры для сыровяла, в конце концов, айцелл используйте. В айцеле можно навялить все, даже в обычном холодильнике. Айцелл можно привезти у моего хорошего товарища Павла. Ем колбаски в магазин. Обращайтесь. У меня, кстати, множество всяких разных финтифлюшек, колбасных, именно от него. Это была реклама такая. Вот, короче, наслаждайтесь колбасой, устраивайте домашнее колбасирование, наслаждайтесь вкусами. Огромное спасибо за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.